Привет, друзья! Это я, Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Вам сегодня Восточный Экспресс для удовольствия, для радости. Когда я говорю Восточный Экспресс, те, кто давно на моем канале, сразу потирают ладони. И знаете, с первых ноток у меня возникло ощущение, что им там ставили чопик, и они перестали вести себя так, как вели раньше. У меня целый плейлист есть, Восточный Экспресс, ссылка на него в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она, посмотрите, там про Восточный Экспресс, там только трэш, там только ахинея, я имею в виду со стороны сотрудников. Послушайте, убедитесь. И здесь я подумал, что может быть что-то изменилось, может быть они действительно были пристыжены и каким-то образом поменяли. Нет, я ошибся, я ошибся. Идиоты есть идиоты. Они всегда формируются и группируются где-то в одном месте. Вот вам, пожалуйста, основное место группировки идиотов. Это Восточный Экспресс-банк, отдел взыскания. Да, вот она женщине, кстати, автору огромное спасибо. Не первый ролик мы от нее выкладываем. Действительно очень, очень неплохо она ведет диалог, прям прикольно, и ставит их в тупик. И вот здесь вот эта звонилка, ну да такой вы в степени дебильный, что ли, я не знаю, или может быть... У меня нет слов. Просто я... Вот простой пример. Я бы на вашем месте узнав бы, что у меня долг, побежала бы туда, пошла бы сюда, мне бы, если бы позвонили, сказали... А если бы ты начала фекалии пожирать, нам всем тоже за тобой повторять? Я уже молчу о том, что если бы ты надумала утопиться, нам тоже, что ли, делать так, как ты решила? Ты сначала с мозгом своим разберись, ты пойми, где ты работаешь, почему ты там работаешь? Я тебе отвечу, не надо включать остатки мозгов. Ты там работаешь, потому что тебя ни на что больше не хватает. Ты никуда не можешь пригодиться. А еще ты недолюбленная, как пишут многие наши авторы комментариев, недолюбленные в детстве особи, которых макали в школе, макали родители в семье, или вообще этой семьи не было. И они, вот ущербные эти люди, начинают самоутверждаться таким образом. Кто со мной не согласен, пожалуйста, напишите в комментариях, может быть, я не прав. Может быть, действительно, в коллекторских конторах, в службах взысканий подобных банков работают какие-то высокоинтеллектуальные представители нашего общества, достойные представители. Почему-то, я думаю, что навряд ли кто-то что-то подобное напишет. А вот другое, что обычно мы привыкли читать в комментариях, конечно же, я вижу в очень большом количестве. Я имею в виду конкретная оценка вот этих вот звонарей. И не нужно, друзья, их бояться. Незачем их бояться. Никто не и звать их никак. Очень много на эту тему и моих обращений к вам, и да вообще весь канал на эту тему просто кричит, криком кричит, да, что называется. Послушайте, включите мозги, кто этого еще не сделал. Я напомню, что компания Алям, это ведущий юридический оператор на территории России. Мы занимаемся не только тем, что помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Не только тем, что создаем условия, когда вашим кредиторам станет выгодно отказаться от претензий. Любой спектр взаимоотношений. Где бы вы ни находились, я подчеркну, в любом месте в России, в Российской Федерации, от Сахалина до Калининграда, мы можем вам помочь, потому что мы юридический оператор, мы работаем дистанционно. Кто не понимает, как, посмотрите видеопрезентацию на нашем сайте. Ссылка на эту видеопрезентацию выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Также в конце ролика будет в аннотациях прям картинка на этот ролик. Ну и конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и проверяйте, чтобы лайки не пропадали. Сейчас это очень часто на подобных моих каналах происходит, поэтому дублируйте лайки, не ленитесь, пожалуйста, поделитесь в соцсетях. Если не подписались, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы своевременно узнавать о выходе нового материала. Ну а теперь слушаем автору в очередной раз. Огромное спасибо, с удовольствием размещаем этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Сушилась. С вами Халвовна, я звоню в отношении вашей задолженности по кредитной картине. Просто оплаты от вас нет. Что у вас случилось? У меня ничего не случилось. Просто банк с меня ничего не требует. Что еще раз? Банк с меня ничего не требует. Банк с вас ничего не требует? Нет. Вот смотрите, сейчас вам поступил звонок, да, звонок поступил из отдела по взысканию, и я говорила, что у вас задолженность по кредитной карте просто, а вы говорите, что банк с вас ничего не требует. Елка, но вы же должны понимать, что требование по телефону не имеет юридической силы. Правильно. Да, только у вас есть кредитный договор. Это черным по белому все условия написаны. И что же там написано? Да, сколько вы платите. И вы можете брать в отделение банка, там и сочините этот вопрос у менеджера. А зачем мне это нужно? Вы можете брать в горячей линии, потому что у вас задолженность. Я не ощущаю никакой задолженности. Как вы ее можете не ощущать, если вам звонки поступают? Ну и что, мне звонят, кто угодно. Вот смотрите, вот допустим, я просто так вот абстрактно скажу, да? Допустим, будь я на вашем месте, мне поступил звонок, что у меня задолженность. Я знаю, что я кредитуюсь в этом банке, да? И мне говорят, а у вас задолженность? Может быть, я бы и не поверила сначала, но я бы тогда взяла договор. В договоре есть номер телефона горячей линии единый, позвонила бы по этому номеру. И там бы мне точно сказали, есть задолженность или нет. Вы могли сделать аналогично. При первом поступлении звонков из отдела по выжисканию, вы могли позвонить по телефону горячей линии нашего банка, либо обратиться очно в отделение банка в цель уточнения, действительно ли это информация или нет, или розыгрыш какой-то. И вам бы там сказали, что да, задолженность есть. Так что не нужно мне сейчас говорить о том, что у вас все хорошо. Что нужно и не нужно, я решу сама, Елена Витальевна. Давайте теперь я обрисую ситуацию. Банку нужны деньги от меня. Он из себя представляет коммерческую организацию. Вроде как бы серьезная организация, документы оформленные, дела. Ну, с лицензией, конечно, большие вопросы, но это опустим пока. Почему эта организация не может нанять юриста, который составил бы запрос, требования, прислал мне по почте, заказным пиземом, с уведомлением о том, что такая-то, такая-то, вы должны вот по тому-то и по тому-то, столько и столько. Почему эта организация считает, что она может позвонить и сказать, дайте нам денег, вы забыли заплатить вовремя. 90 с чем-то дней. Тамара Михайловна. Это несерьезно. А почему я должна идти? Меня все устраивает, поймите. Тамара Михайловна, теперь я вас услышала, конечно, это очень интересная история, которую вы сейчас рассказали. Во-первых, скажите мне, назовите хоть один банк, где при выходе на просроченную задолженность заемщику высылают заказное письмо с уведомлением. Ну, вот хоть один банк. Ну, откуда я знаю? Я же, у меня нет задолженности. Ну, вот именно, таких банков, потому что банков... В России нет таких банков, да, потому что банки в России это мошенническая структура, которая не имеет лицензии на кредитирование физических людей. Надо? Нет. Если бы не было лицензии, мы бы... Банк во Встучной, банковской вот этой деятельности, он бы изначально не занимался. Лицензия есть центробанка. Скажи, пожалуйста, номер лицензии. Тамара Михайловна. Номер лицензии мне, скажите, пожалуйста. Я не буду вам сейчас говорить номер лицензии. Почему? Вы хотите узнать лицензии, звоните на горячую линию, узнавайте. Мне не нужно это. Вы мне сейчас звоните, требуете. У вас нет информации никакой. У меня есть информация относительно вашей должности. Вы сотрудник с банкой и не знаете номер лицензии? Тамара Михайловна. Ну, что за бред-то? Ну, вы вообще компетентный сотрудник. Скажите мне номер лицензии. Вы же утверждаете, что она существует. Я лучший сотрудник. Очень компетентный. Что вы говорите? Смотрите, да. Не позднее. У вас, наверное, грамота есть? Грамота есть. Очень много грамот есть. Но речь не о моих грамотах, да. Не позднее 8 июня вам необходимо накрыть свою задолженность в размере 90... Точнее, смотрите, 98-й день на задолженности, не позднее 8 июня. Необходимо внести оплату по просроченной задолженности по сумме. Я вас сейчас ориентирую. Секунду, подождите. 5500 рублей сумма вашей задолженности. Сегодня-завтра должна быть оплатиться. Когда от вас будет оплата? Не знаю. Наверное, когда банк через суд у меня ее потребует. Сюда не будет. Ну, извините, это ваше право. Конечно, это наше право. У вас сумма во всяком основном долге по кредитной карте просто, она небольшая. И смысла подавать в суд в принципе нет. Гораздо проще перепродать стороннюю организацию, и в жизни возьмут другие. Люди, другая организация, имеем полное право. Поэтому вот такая перспектива вас ожидает. Я отменю свое согласие на передачу своих данных третьим листом. Это же недолго. Что и что-то? Отменю свое согласие на передачу моих данных третьим листом. Банк в праве перепродать по агентскому договору в стороннюю организацию. Ваши согласия здесь не требуется. Требуется, девушка. Не требуется на основании тысячи пятой статьи Гражданского кодекса. Почитайте внимательно. Почитайте, требуется. Открывайте, открывайте и считайте. Тамара Михайловна. Я слышала очень умная женщина. Очень умная женщина. Да, в отличие от вас я буду поумнее. А вы открывайте документ своего банка, ищите номер лицензии. Обязательно. Вы обязаны это знать, то грамоту у вас отберут. Мара Михайловна, ничего страшного. Да, но вы не переживаете. Это правильно. Мне переживать не о чем. У меня нет задолженности, у меня нет долгов перед банком, в отличие от вас. Понимаете? Почему вы взяли, что у меня нет? Вот в свое отношение, вот эти ваши слова, которые вы сейчас говорите, вы можете все что угодно говорить. Мы знаем, кто из нас в каком положении. Вот и все. Что вы говорите? А вы случайно не сотрудник ФСБ? Может быть, у вас и там грамотная миссия? Смотрите, я вам еще раз говорю. Вы ни на один вопрос не можете ответить, девушка. Может быть, на покое вопрос закончили? Ни на один. Скажите. Ну, скажите. Давайте начнем сначала. Начнем. У вас есть время? Сомер лицензии звоните. По телефону горячей линии там узнавать. Дальше. Я просто не буду платить этот банк на лицензии еще. Если банк хочет отменять денег, такая доказывает, что я ему должна денег, что у меня есть лицензия на аккредитование физических лиц. На аккредитование, во-первых, аккредитацию банк прошел, это во-первых. Во-вторых, ваша подпись стоит на договоре, копия которого имеется у менеджера в отделении банка. Это во-вторых. Тоже на нее пришлите, пожалуйста. Да. Сюда. Не будет. Зачем вам присылать? У вас ваше на руках. Вам никто ничего пересылать не будет. Ваша копия у вас на руках. У меня нет ничего. В чем-то и дело. Взяли. А, у вас нет ничего. Но это ваша проблема, что вы потеряли свои документы. Надо быть внимательнее, Тамара Михайловна. Да разве это документы? Было бы что терять. И смотрите. И сюда, как я вам уже сказала, не будет. Поэтому я еще раз говорю, когда от вас будет оплата, сегодня или нет. Ну, если сюда не будет, значит не будет оплаты. Какое? Я раз с таким заемщиком разговариваю, которые отказываются от погашения, нет. У меня такое ощущение, что первое. Только потому, что я вас считаюсь. Тамара Михайловна, знаете, как говорят, когда кажется, что нужно делать? Ну, вот вспоминайся. Первый раз слышу такое выражение. Может быть, у вас в деревне оно существует? Может быть. Да, наверняка. Значит, мы из разных деревень. Значит, есть еще такой вариант. Можно пойти таким образом. Вот банк выставляет вам к требованию произвести просроченную задолженность. То есть, 1000 рублей – это авансовая часть, где-то наше состояние основного долга. Мы 1000 рублей. Берем авансовую часть, оплачиваете 4500, не позднее 8-го. Вы будете восстановлены в графике платежей. Никакой задолженности от вас не будет. Хорошо, в письменном виде ваше предложение, пожалуйста. Что еще раз? В письменном виде предложение ваше. Почему мы должны в письменном виде вам направлять это все? А как вы хотели? Ну, а финансовые отношения? На основании какого закона, на основании чего банк в праве, вам в письменном, точнее не в праве, а должен в письменном виде выслать? Ну, на основании хотя бы закона 230-го о банках и банковской деятельности. Первый 230-й закон – это не о банках и банковской деятельности. В порядке, правильно говорить, это о порядке взыскания задолженностей физических лиц. А закон о банках и банковской деятельности – это немного другой закон. Ну, хорошо, мы же с вами говорим о 230-м законе. Далее, далее, да. Ну, хорошо, давайте, хотите, о нем поговори, давайте, хорошо. В порядке взыскания просроченной задолженности физических лиц. Назовите номер статьи, где банк должен направить вам письменное уведомление. По-моему, там говорится о том, что банк вправит звонить. Было же такое, да, вроде? Ну, вы же читали. Вы очень умная женщина, вы читали этот закон. Да, умная женщина обычно читает. Что? Да нет, ничего. Ну, хорошо, как хотите. Поэтому, таким образом, я вам еще раз задаю вопрос. До завтрашнего дня отключительно, 4% от оплаты от вас наступают? А вы успеете мне прислать ваше предложение? До завтрашнего дня, что я посмотрела. Вы, Тамара Михайловна, заемщик, который на задолженности? Поверьте. Не банк не будет... То есть я должна поверить? Все это должно отобраться документально. Я просто себе, в общем, фиксирую официальный отказ от соглашения. Имейте в виду, вот ваше сладкое отношение, то, что вы... Обязательно зафиксировали. Я вам еще раз говорю, перед тем, перед тем, как... Знаете что, вот эти слова оставьте при себе. Вот эти ваши косвенные, так скажем, оскорбления... Я вас не оскорбляла. Вот эти ваши косвенные оскорбления в мой адрес, косвенно. Косвенно. Я не говорю, что вы прямо так что-то говорили. Я тоже, я тоже так умею, поверьте. Только выбор за человеком, как он себя будет вести. И вам совет на будущее, Тамара Михайловна. Выбирайте выражение, когда разговариваете с определенными людьми. С определенными людьми? А чем вы от меня отличаете? Да. Я представитель вашего кредитора. И что это значит? Вы банку деньги должны. Когда будете сами людей кредитовать или еще какое-то... Да не дай бог, я просто в щеки не записывалась. Тогда, Тамара Михайловна, ставьте свои условия, разговаривайте как хотите. Это будет ваше право. Здесь вы должны соблюдать субординацию. И ваши халатные отношения, поверьте. Я вам не вижу, не должен быть. И похуже ситуации. Должны, должны. И я вам больше скажу, вы оплатите. Придет время, вы все оплатите. Не хотите сейчас оплачивать, когда вам выставляют к требованию, да? Произвести погашение. Наш диалог с вами, в принципе, сейчас неконструктивный. Я прекращаю, ставлю отказ. Когда вы будете оплачивать свою задолженность, вы еще вспомните, как я вам об этом говорила. Понятно? И знаете еще в чем отличие? У меня долгов нет. Я, по крайней мере, спать спокойно могу. Не думаю о том, что я кому-то что-то должна. Номер телефона дополнительный диктуйте для связи с вами. Зачем вам дополнительный номер телефона? Вы на этот подбиратный день звоните? А чтобы звонить вам и напоминать? Нарушаете закон. Дополнительный номер продюксуйте, чтобы вы не забывали о своих долгах. Будем звонить вам и напоминать. Нет, я свои данные кому попало не раздаю. Понятно. Значит, информацию зафиксировала. Весь введет. С перспективой стороннего взыскания я вас уже ознакомила. На этом наш диалог с вами прекращается. Ждите очередного звонка Томары Михайловых. И вы еще, мои слова, конечно, вспомните, когда будете оплачивать свои долги. Хорошего дня. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok